Музыка Еще один простейший способ поиска короткого замыкания в скрытой проводке подходит не для всех случаев, а только обычно на первом этапе, когда провода еще не успели спечься. В первый момент возникновения короткого замыкания возникает электрическая дуга в этом месте. И определить место короткого замыкания можно на слух, по характерным звукам треска. Для этого последовательно в ту цепь, где произошло короткое замыкание, нужно достаточно включить какую-то нагрузку, например, электрическую лампочку. В том случае, если провода уже спеклись, и там сопротивление превратилось в нулевое, то есть металл расплавился, и два проводника сплавились, этот способ не подходит. Но обычно на первом этапе существует микроэлектрическая дуга, включаем последовательно электрическую лампочку, лампочка помигивает, и по характерному звуку, проходя вдоль линии, где возможно короткое замыкание на слух, определяем точно место короткого замыкания. Я сейчас попробую продемонстрировать это на собранной мною модели. Все. Начинаем действовать. Ну вот я собрал макет, подключил вилку, последовательно электрическую лампочку, длинные линии. И вот конец этой линии, вот эти провода, будут имитировать короткое замыкание. Вот я имитировал короткое замыкание, характерный треск слышно, при этом лампочка намигает. Соответственно, по вот этому звуку можно найти вот эту точку замыкания. Если линия длинная, прислушиваясь в тихую погоду, можно найти эту точку. Спасибо за внимание. С вами был радиоинженер Шегин. Подписывайтесь на мой канал. Если у вас возникнет вопрос, как АТАК, заходите на сайт какатак.ру и скачивайте руководство по ремонту автомобилей в электронном виде. Всего наилучшего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин